Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Лада Веста в новой модификации с автоматической трансмиссией. С конвейера автоваза сошел юбилейный автомобиль. В детских садах Самары распределят свободные места. Администрация Самары рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении. Как открыть бизнес в один клик? Советы сотрудников налоговой службы. Проведут совместную вечернюю трапезу и продемонстрируют единение народов. В Самаре 20 марта впервые проведут областной ифтар. Защитник крыльев Советов вызван в состав сборной России по футболу, а баскетболисты Самары стали серебряными призерами международного турнира. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Во вторник, 12 марта, с первой линии главного конвейера автоваза сошел автомобиль с порядковым номером 31 миллион. Юбилейным стал седан Лада Веста в новой модификации с автоматической трансмиссией. На торжественной церемонии присутствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На главном конвейере сегодня появились традиционные слова «принимай, родина, миллионный автомобиль». Девиз родился в период, когда главным заказчиком автомобилей было государство. Также автогигант проводит тест-драйв бюджетного седана. При движении по автотрассе в Тольятти автомобилисты запечатлели новую ладу «Искра». Запуск серийного производства модели планируется в следующем году. В детских садах Самары 15 марта распределят свободные места на 2023-2024 учебный год. Для успешного проведения процедуры Департамент образования администрации Самары рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг в разделе «Поиск заявлений». Информация о наличии свободных мест размещена там же. Напомню, распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке. В Самаре продолжаются сезонные работы в рамках содержания территории, в том числе и аварийный ямочный ремонт дорог. Текущие задачи обсуждали на еженедельном совещании, которое прошло под председательством руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Александра Андреянова. Напомним, что аварийный ямочный – это первый вид ремонта, возможный в нынешних погодных условиях. Он считается поддерживающим необходимым приведение дорог в нормативное состояние. Работы выполняются с применением литого асфальтобетона, прогретого до 220-250 градусов. Он способен выпаривать остатки влаги с подготовленной локации и застывать в течение 15-20 минут. Поэтому данный вид ремонта можно выполнять при относительно сырой погоде, межсезонье и даже когда держатся минусовые температуры. Список объектов, на которых выявляются отдельные дефекты асфальтового покрытия, ежедневно пополняется. Приходят замечания как от обращения граждан, то есть замечания по дефектам, так и от надзорных органов от служб ГИБДД, так и отдельные дефекты являются в ходе мониторинга состояния дорожной сети. Погодные условия позволяют работать, в принципе, круглосуточно, что и делается. Тот литой асфальтобетон, который мы еще проводили в осенью, это октябрь, ноябрь, немножко декабрь, в принципе, все карты были проверены, все участки, то есть они находятся в выполнительном состоянии, ничего не вынесло. С конца февраля подрядчики уже выполнили работы по устранению дефектов на 11 участках. Еще на нескольких объектах ведутся подготовительные работы. Сейчас список объектов, где будут выполнять аварийный ямочный ремонт, снова актуализирован. Так, в ходе мониторинга дефекты покрытия выявлены в Кировском районе, появились и дополнительные объекты в Самарском районе, где уже ведутся необходимые работы. В целом, в ремонте нуждаются более 80 участков дорог во всех районах города. Повышенное внимание уделяется всем видам сезонных работ по содержанию дорог, ведущих к избирательным участкам. 199 из них выходят непосредственно на уличную дорожную сеть. Более 80% таких объектов уже отработаны. Маршруты, по которым доставляются бюллетени, также включены в план. Акцент сделан на расширении проезжих частей и расчистке приладковых зон, ликвидации наледи на тротуарах. Также расчищаются подъезды контейнерным площадкам для своевременного вывоза твердых бытовых отходов. Только в дневную смену в уборке города сегодня были задействованы 3295 уборщиков и 263 единицы техники. Главные выборы страны вышли на финишную прямую. Уже в пятницу 15 марта стартует голосование. В течение трех дней россиянам предстоит выбрать главу государства. Весь процесс пройдет под пристальным вниманием общественников. О степени готовности общественных наблюдателей по всей стране и о ходе подготовки к голосованию со стороны общественных штабов по независимому общественному наблюдению за выборами в регионах говорили на Всероссийском онлайн-совещании Координационного совета по общественному контролю за голосованием. С подробностями Галина Топилина. Большая онлайн-встреча с участием представителей разных субъектов страны. Обсудили готовность регионов к главным выборам России. Опытом подготовки наблюдателей для работы на избирательных участках поделились региональные и федеральные эксперты. Более 200 тысяч кандидатов в наблюдатели прошли обучение, организованное Общественной палатой Российской Федерации. Мы смогли в рамках цикла федерального президентских выборов сохранить те традиции, которые были заложены годами ранее при подготовке наблюдателей. Я напомню, это проведение двухдневных семинаров для каждого наблюдателя на избирательном участке, но и сделать его максимально интересным, этот формат, для тех, кто уже пришел, уже приходил ранее наблюдателям, и для тех, кто приходит в первый раз. Оцениваться качество общественного наблюдения в регионах будет с помощью золотого стандарта, утвержденного Общественной палатой страны. В дни голосования преследить за ходом общественного наблюдения сможет любой желающий. Это будет доступно в онлайн и оффлайн форматах. 14 марта, в четверг, после того, как мы дадим старт работе ситуационного центра, станет доступна для представителей СМИ, избирателей вся дополнительная информация. Естественно, мы будем в уходе наблюдения всю эту информацию выкладывать, в том числе здесь проводить брифинги. В Самаре в дни голосования свои двери откроет Центр общественного наблюдения. Здесь будут транслировать изображения с камер видеонаблюдения, установленных на избирательных участках региона. В Центре общественного наблюдения в круглосуточном режиме будут работать видеонаблюдатели. На территории Самарской области действует 1767 участковых избирательных комиссий, из которых 17 временные. Из этого большого количества участковых избирательных комиссий более 954 находятся под постоянным видеонаблюдением. 39 общественных видеонаблюдателей будут находиться постоянно в Центре общественного наблюдения и мониторить о том, как идет избирательный процесс. В Самарской области подготовлены более 5000 общественных наблюдателей. Процессом отбора и обучения кандидатов в наблюдатели руководил Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В его состав вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциаций юристов России, представители средств массовой информации. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации. Сопредседатели – президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права Юридического института Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В состав Общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, Николай Епифанов, события. У многих регистрация бизнеса ассоциируется со сложным процессом. На самом деле это можно сделать всего за 15 минут, не выходя из дома. Для этого существует сервис Федеральной налоговой службы России «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Елена Чернявская разобралась в нюансах процедуры. С 1 марта зарегистрировать ИП или компанию, открыть счет в банке и получить электронную подпись. Теперь можно онлайн в несколько кликов в новом комплексном сервисе «Старт бизнеса онлайн» на сайте ФНС России. Сервис позволяет зарегистрировать индивидуального предпринимателя или общество с ограниченной ответственностью с единственным учредителем, человеком, который одновременно является руководителем организации. Сервис только начал свою работу, но в том, что он облегчит жизнь начинающим предпринимателям, эксперты не сомневаются. Задумка интересная. Сервис работает хорошо, должен работать хорошо. Так как мы привыкли и уже пользуемся большим количеством услугам в онлайне, то походы в налогу, записи, покупка дополнительных флешек, установка дополнительных программ, встреча с банками отнимает действительно много времени. А на старте бизнеса у предпринимателей и так много задач, помимо организационных моментов. Поэтому я считаю, что сервис хороший, он должен заработать и приносить пользу налогоплательщикам однозначно. Сервис помогает заполнять заявления на регистрацию юридического лица, а также индивидуальных предпринимателей. Оплачивать госпошлину или планировать свой визит в налоговую инспекцию для этого не нужно. Можно, сидя за компьютером, подготовить и направить документы. Кроме того, новая услуга позволяет избежать ошибок при их заполнении. Нужно только выполнить три обязательных условия для прохождения регистрации. Это подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Второе обязательное условие – это подтвержденная биометрия в единой биометрической системе. Вот это несколько новое направление. И подтвердить свои биометрические данные можно, обратившись в отделение банка. На текущий момент таких отделений уже 13 тысяч по стране. И третье обязательное условие – это наличие электронной подписи физического лица. Программа самостоятельно формирует бланк заявлений, проверяет правильность введенных данных, предлагает выбрать подходящий, а КВЭД – определить оптимальный налоговый режим. Специалисты ФНС заверяют, что процесс регистрации при наличии всех данных и документов занимает максимум 15 минут и к тому же дает ряд преимуществ. Одновременно происходит открытие счета в выбранном банке и получение электронно-цифровой подписи удаленно, без явки в Федеральную налоговую службу. Сервис будет работать в рамках эксперимента до 1 марта 2025 года. Координатор ФНС России. Елена Чернявская, Константин Головин. События. Далее коротко о других темах дня. В Самарской области средняя заработная плата увеличилась на 20% и составила 74 тысячи рублей. Эти данные опубликованы на сайте Самарастата. Как сообщили в ведомстве, ежемесячные доходы работников организации Самарской области резко повысились, ведь еще в ноябре 2023 года они не превышали в среднем 56 тысяч рублей. По данным Самарастата, в прошлом году общий объем денежных доходов населения региона составил более полутора триллионов рублей, на 13,5% больше по сравнению с 2022 годом. Временные ограничения движения тяжеловесного транспорта на автомобильных дорогах Самарской области вводятся с 1 по 30 апреля. Ограничения связаны с сохранностью дорог в период неблагоприятных природно-климатических условий. Запрет на передвижение коснется автомобилей, нагрузка на ось которых превышает 7 тонн. Аналогичное ограничение на региональных автодорогах будет действовать и летом с 20 мая по 31 августа при температуре выше 32 градусов. Транспорт сможет ехать по дорогам в ночные часы, когда температура будет ниже. В марте самарцы смогут обратиться в отделение Социального фонда России в выходной день. Отделения службы с этого месяца будут работать на день больше, каждую последнюю субботу месяца. В марте это 30 число. В учреждении отметили, что новый график будет удобен для работающих самарцев и позволит им решить свои вопросы в выходной день. 30 марта прием посетителей в клиентских службах отделения пройдет в Самаре и городах региона с 8 до 14 часов, а в муниципальных образованиях с 8 до 12. Минтрут России объявила о запуске новой кампании «Для меня охрана труда – это». Ее цель – популяризировать вопросы охраны труда, повысить уровень осведомленности и понимания ее важности среди работников и работодателей. Кампания проходит до 29 марта 2024 года. К участию приглашаются работодатели из всех регионов России. Чтобы присоединиться к инициативе, необходимо записать видеоролик на своем предприятии и передать эстафету коллегам. Связующим звеном для передачи эстафеты является каска, как символ важности охраны труда на рабочих местах. Хорошая новость для любителей катания на коньках. Каток на площади Славы, по просьбам жителей Самары, будет работать до наступления оттепели. Ледовая площадка продолжит свою работу до тех пор, пока в ночное время сохраняются минусовые температуры. Улыбка, которую узнал и запомнил весь мир. В марте исполнилось 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина, который стал первым человеком, совершившим полет в космос. В память о нем в Самарской библиотеке провели открытый урок для школьников. Детям показали личные вещи космонавта и сообщили интересные факты его биографии. Подробности в нашем сюжете. Решение, жизнь. Ты со мной разговариваешь. Где твой оптимизм? В интерактивной игре школьники пытаются ощутить состояние невесомости, в котором 108 минут провел первый человек в мировой истории, совершивший полет в космическое пространство Юрий Гагарин. Ракета-носитель с кораблем «Восток-1» на борту была запущена 12 апреля 1961 года. И после благополучного приземления этот день в стране был объявлен праздником – Днем космонавтики. Прежде всего, это гордость, потому что это человек первый, который побывал в космосе, гражданин Советского Союза. Этот человек был добродушный, добрый. На этой фотографии запечатлен первый отряд, состоявший из 12 космонавтов. Здесь они только готовятся к полету и не знают, кому из них суждено прославить свою страну на весь мир. Первый космический полет вызвал большой интерес западных стран, а Юрий Гагарин превратился в мировую знаменитость. По легенде, ему приходилось носить с собой запасные пуговицы, потому что поклонницы постоянно отрывали их у него с пиджака на память. А когда в СССР приехала не менее знаменитая актриса Джина Лалабриджида, она захотела встретиться с Юрием Гагарином и запечатлела на его щеке пламенный поцелуй. Интересные факты биографии космонавта рассказали школьникам. Он был добрым, смелым человеком, впервые полетел в космос. Объясный мужчина, мне кажется, он ничего не боялся. Интересно для ребят, интересно для меня, интересно с точки зрения общения детей, взрослых людей, между которыми еще возникает такой пласт, как, наверное, книга. Чтобы дети знали о подвиге Юрия Гагарина, для них регулярно проводят интерактивные игры. В этот раз встреча была посвящена 90-летию со дня рождения космонавта. Виктория Шара, Игорь Казановский. События. Проведут совместную вечернюю трапезу и продемонстрируют единение народов. В Самаре 20 марта впервые пройдет областной ифтар. Это вечерний прием пищи во время поста у мусульман. Как разрешено питаться в Рамадан и для чего проводят коллективные ифтары, расскажет Светлана Кудрявцева. Время поста и усиленных молитв, духовного роста и добрых дел. У мусульман всего мира идет священный месяц Рамадан. Считается, что именно в этом месяце была неспослана священная книга Коран. Первые стихи открылись пророку Мухаммеду, когда он находился в духовном уединении в пещере недалеко от Мекки. Для мусульман Рамадан является одним из пяти столпов ислама, обязательным элементом веры. В священный месяц, помимо традиционных пяти молитв, мусульмане еженочно совершают дополнительную молитву-намаз, а раздают пожертвования и милостыню и соблюдают строгий пост. Наступил долгожданный месяц, месяц Рамазан, месяц благих деяний, месяц прощения, прегрешений, которые есть у человека. И за счет этих хороших дел человек избавляется от плохих и записывается награды, неисчислимые никакими мерами. Иногда говорят, что после этого вроде как бы человек не ест, не пьет и вроде и все. Но опять-таки это не только физическое какое-то действие, но это опять-таки духовное. Духовное – это очищение души. Во время Рамадана верующим запрещено принимать пищу в светлое время суток. Есть разрешается перед рассветом до утреннего намаза, и такой прием пищи называется сухур, а также с наступлением темноты, после вечерней молитвы, и эта трапеза носит название «Ефтар». Совместное разговение – традиция, почитаемая веками. На «Ефтар» принято собираться всей семьей приглашать гостей. В Самаре ежегодно проходят совместные трапезы в мечетях, но в этом году решили организовать «Ефтар» областного масштаба. Он пройдет 20 марта на стадионе «Самар-Арена», начало в 17 часов. Где будет приготовлен плов, где будут приготовлены салаты, будет мясная нарезка, будут очпичмаки традиционные, будут чак-чаки, иншаллах, сухофрукты будут для того, чтобы человек мог насытиться. В Самарском регионе постоянно проживают более 200 тысяч мусульман. Это люди разных национальностей. Одна из самых многочисленных этнических групп – татары. Их предки – волжские булгары, проживавшие ранее на территории Поволжья, приняли ислам более 1100 лет назад, в 922 году. Татары всегда очень щепительно относились к своей культуре, своим традициям, в том числе к своей исламской традиции, потому что с IX века татары, булгары, потом татары, они исповедовали здесь все время ислам. Приятно, что такие мероприятия по популяризации ислама, по популяризации мирного ислама, настоящего ислама, дают свои плоды. Мы гордимся, что проживая на этой территории, мы сохранили эту религию, сейчас ее проповедуем и надеемся сохранить ее для будущего поколения. На областной Ифтар планируют пригласить гостей разных национальностей, чтобы продемонстрировать единение народов и подчеркнуть, что ислам всегда был и остается религией мира и добра. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События. Самарский Росгвардеец стал победителем окружного этапа смотра конкурса самодеятельного художественного творчества Росгвардии «Солдаты антитеррора». Лейтенант полиции Бахадыр Акберов, который служит командиром взвода в управлении вневедомственной охраны, завоевал гран-при творческого состязания. Исполненная им на баяне «Донская лирическая» покорила сердца жюри. В общей сложности в конкурсе участвовали более 50 военнослужащих, сотрудников и их членов семей из всех регионов Привожского федерального округа. В России продолжается масленичная неделя. Второй день на Руси был полностью посвящен сматринам. В народе он получил название «Заигрыша». Молодежь собиралась на главной площади для гуляний, чтобы пообщаться и приглядеть себе женихов и невест. После поста на Красную Горку молодые, подыскавшие себе пару во время мартовских заигрышей, могли пожениться. Защитник крыльев советов Юрий Горшков вызван в состав сборной России по футболу, которая проведет две контрольные встречи против сборных Сербии и Парагвая. Баскетболисты Самары стали серебряными призерами международного турнира, а теннисистки из Самарской области продолжают борьбу за победу на престижном турнире в Индиан Уэллсе. Подробности в нашей спортивной рубрике. Стал известен список футболистов, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе российской национальной команды. Среди 28 игроков есть и представитель Самарских крыльев советов. Защитник Юрий Горшков. Сбор пройдет с 14 по 25 марта в Новогорске. Сборная России сыграет два товарищеских матча в Москве. 21 марта с Сербией и 25 марта с Парагваем. Встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льваяшина и начнутся в 21 час по самарскому времени. Хоккеисты Толятинской «Лады» завершили свой первый сезон в КХЛ после возвращения в элиту российского хоккея. По итогам регулярного чемпионата они заняли седьмое место в Восточной конференции и вышли в первый раунд плей-офф, где встретились с омским «Авангардом» — одним из фаворитов турнира. В серии до четырех побед тольятинцы смогли победить лишь в четвертом матче. На домашнюю льду они обыграли мячей 4-1. В остальных играх они уступили и вылетели из дальнейшей борьбы за трофей. Мужская команда «Самара» стала серебряным призером состоявшегося в Смоленске финального турнира фестиваля баскетбола 3х3 «Лига дружбы Россия-Беларусь». В турнире сыграли восемь команд из России, Белоруссии и Казахстана. Волжская команда, за которую выступали Виктор Кашин, Михаил Ермилов, Владислав Карпов и Иван Пьянзин, без потерь прошла групповой этап. В полуфинале уверенно переиграла столичных «Викингов», но в решающем матче уступила тульскому «Арсеналу» 13-15. Владислав Карпов вошел в число лучших игроков турнира. В американском «Индиан Уэлси» проходит теннисный турнир премиальной категории WTA. Борьбу за победу продолжают две уроженки Самарской области. В матче третьего раунда Анастасия Павлюченкова обыграла бразильянку Беатрис Хадат Майю 2-6-6-4-6-3 за 2 часа 40 минут. Теперь ей за выход в четвертьфинал придется сразиться с украинкой Марты Костюк, которая чуть больше недели назад обыграла Павлюченкову на турнире в Сан-Диего. А Дарья Касаткина в третьем раунде переиграла американку Слоан Стивенс 2-6-6-4-6-4. В 1-8 уроженка Тольятти сыграет против Юань Юэ из Китая. В Пензе состоялись чемпионаты первенства ПФО по фитнес-аэробике. На трех видах состязаний собралось более полутора тысяч человек. Это свыше 120 команд. В дисциплине аэробика 5 человек победителем чемпионата стала команда из Самарской области, Gold Space, Самарский университет. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской напоминает родителям, что они в ответе за жизнь своего ребенка. Главная задача взрослых – предупредить возможную трагедию. Нельзя оставлять маленького ребенка без присмотра. Напоминайте ему об опасности игр с огнем. Научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами. При возникновении пожара или задымления ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение и сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по телефону 01-101. Администрация Ленинского района напоминает, что Самарская область присоединилась к всероссийскому проекту всей семьей, который приурочен к объявленному президентом России Владимиром Путиным году семьи и направлен на укрепление традиционных семейных ценностей. С 1 марта в рамках всероссийского проекта запущена акция «Всей семьей на выборы». С 15 по 17 марта семьям-участницам акции нужно прийти на избирательные участки, проголосовать и сделать общие семейные фото, например, на фоне участка. Затем его нужно опубликовать у себя на странице в соцсетях с тремя обязательными хэштегами проекта «Всей семьей» регион 63 голосует «Всей семьей 63». По этим хэштегам организаторы смогут увидеть ваш пост и зафиксировать вас в качестве участника акции. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что государство предоставляет единовременную социальную выплату на ремонт жилого помещения семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Какие документы нужны для постановки в очередь, можно уточнить на сайте или в телеграм-канале департамента. Среди них заявления, паспорт, свидетельство о рождении, справка о регистрации по месту жительства с НИЛС. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok